МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обзор событий недели на телеканале АКТИС в студии Данил Недзельский. Здравствуйте! Майские праздники начались для горожан не с самой приятной новости. Подорожали дачные маршруты. Перевозчики уже давно говорили о необходимости повысить цены. И вот сейчас этот шаг сделан. Рост тарифа от 30 до 40%. Например, поездка в Утес обойдется в 30 рублей. В Еловой ключи почти 73. А в Сибирскую вишню 35,5 рублей. Повышение коснется не всех, так как сохраняются льготы. Администрация округа намерена подписать с транспортными предприятиями соглашение и надеется на его обоюдное добросовестное исполнение. Льготных перевозок, перебоев с ними на садоводческих маршрутах быть не должно. Кто бы не осуществлял эту перевозку, мы найдем способы всех заставить, заставим соблюдать законодательство. А с 15 мая подорожает и проезд в городском транспорте. Горожане, не имеющие льгот, будут платить 20 рублей за одну поездку. За детский сад в мае тоже придется платить больше. В соответствии с постановлением правительства области номер 98 от 8 апреля стоимость пребывания малышей в дошкольных учреждениях возрастет в среднем на 20%. С 1 мая у нас родительская плата увеличивается до суммы 2367. Это детки с 3 до 7 лет при 12-часовом пребывании. Значит, при старом постановлении у нас суточная норма была дневная 93 рубля 15 копеек. На сегодняшний день ребенок в день будет питаться на 115 рублей. То же самое у нас до 3 лет сумма увеличилась до 1910 рублей. То есть в день ребенок питался у нас по старому постановлению на 74,97 копеек. Сейчас будет питаться на 92 рубля 83 копейки. Так как за май родители произвели оплату еще по старому тарифу, бухгалтерии детских учреждений в скором времени сделают перерасчет. Повышение зарплаты – один из лозунгов первомайской демонстрации. В традиционном шествии приняли участие более 15 тысяч работников предприятий и организаций Ангарска. В праздничной колонне присоединилась и наша съемочная группа. Мир, труд, тума и слава трудящимся и бесконечная ура. На площади перед дворцом ветеранов Победа, где формировались праздничные колонны, с самого утра было шумно и многолюдно. Люди приходили целыми семьями, выкрикивали знакомые с детства лозунги и размышляли о том, какое место этот праздник занимает в их жизни. Мы все собираемся, каждый год ходим. Это как бы дружба, солидарность, мир. Ну, это просто праздник. Он ни с чем не связан, но для меня он праздник. И я всегда хожу на демонстрацию. Для меня 1 мая – это большой праздник, который вспоминается еще будущими школьниками, когда нас всех собирали, мы шли в колоннах, потом так же шли наши родители, мы, пройдя с колоннами по площади, покричав «Ура!», все вдохновленные. Мы потом собирались дома возле семейного стола и с нетерпением, в общем-то, ожидали этого праздника. Это был действительно праздник. Сейчас, наверное, немножечко не так, но тем не менее, что он жив, и слава Богу. Ровно в 11 колонна двинулась в сторону центральной городской площади. Тут уж можно было по достоинству оценить старания трудовых коллективов. Многие работники городских предприятий одели специальную форму, вооружились праздничной атрибутикой и разучили поздравительные речевки. Майские праздничные шествия многие до сих пор по традиции называют демонстрациями. В этом году продемонстрировать свою сплоченность и солидарность вышли несколько сотен предприятий организации «Ангарска». Инженеры, сварщики, работники сферы образования и культуры взяли в руки шары и транспаранты и вышли встретить последний и самый красивый месяц весны. Мы сегодня все за мир, для нас это самое главное. Поэтому мы такие все радостные и счастливые, очень надеемся на то, что впереди нас ждет светлое будущее. На площади участников шествия встречали почетные граждане и руководство города. Именно с трибун можно было оценить весь масштаб праздника. В этом году в нем приняли участие более 15 тысяч человек. Анатолий, противоакторий, родник, поздравляют вас с праздника! Ура! В целом Ангарский первомай получился очень ярким и позитивным. Впереди день победы, юбилей города и заряда энергии, которую безусловно получили все участники колонны, должно хватить до конца самого праздничного в году месяца. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов. Местное время. Первомай в этом году совпал с самым главным христианским праздником – Святой Пасхой. Служба в Святотройском кафедральном соборе началась еще вечером 30 апреля, а в воскресное утро после литургии и причастия ангарчане поспешили набрать святую воду и осветить пасхальные куличи. Взор у прихожан предстал предел новомучеников. Его роспись была закончена накануне, в страстную неделю. Пасха – самый радостный праздник для всех христиан, потому что воскрес Сын Божий – Спаситель Иисус. Традиционно православные храмы в ночь на Святое Воскресенье переполнены. Прихожане верят, что именно в этот период можно очистить душу. В храм ангарчане приходят, как правило, целыми семьями, берут даже самых маленьких детей. Представители старшего поколения стараются не пропускать ни одной литургии в соборе, однако к церковному укладу растет интерес и у молодых людей. Во-первых, это праздник Пасха, это православный праздник, который отмечается обязательно. И это праздник, когда именно Христос воскрес, именно на третий день после его распятия. И мне кажется, что обязательно, несмотря на молодое поколение или старшее поколение, нужно обязательно ходить в церковь именно утром, потому что мне кажется, что это именно подходящее время для этого праздника. Я его привык отмечать, с детства отмечаю. Меня, кстати, крестили в храме Святой Троицы, но, правда, не здесь. Но, как положено, через две недели после крещения, рождения на Казанскую. Куличи, яйца осветить. А чем красите? Обычно луковой шелухой и все. Жена красит? Жена, супруга. Вот, с внуком красили вдвоем. Куличи, она, правда, одна стряпает. Но это так положено женщине стряпать. Способ увидела, поэтому по интернету увидела. Цветные кусочки материала заворачиваются, вот цветами, цветами завязываются аккуратно и складываются в кастрюльку. И потом, значит, туда добавляются две-три ложки уксуса. И все, вот эти цветочки отражаются на яичках. А еще луком красит? Ну, шелухой. В основном шелухой, потому что все это, естественно, нет химикатов. Радостному настроению прихожан способствовала не только теплая и солнечная майская погода, но и внутреннее убранство храма. Верующих встретил обновленный предел новомучеников. Образ царственных страстотерпцев, семьи Романовых. Роспись художники успели закончить в страстную неделю. Строительные леса убрали накануне Великого Воскресения. Я же начат! Иисус творите же и учите! Даже до дне, вонь же заповедов апостолам, Духом Святым! Елена Мильвит, Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время. Ангарск подключился ко всероссийской акции «Георгиевская лента». В этом году она проходит в одиннадцатый раз. Всего за историю проведения в нашей стране и за рубежом было роздано более ста миллионов ленточек. Открытие акции в Ангарске проходило в Музее Победы. Первыми символы Великой Отечественной получили школьники города и представители общественных организаций. Акция эта не коммерческая. Эту ленточку нельзя ни купить, ни продать. Это символ памяти павшим в Великой Отечественной войне. Наша дань ветеранам и всем погибшим. Чтобы помнили. В филиале библиотеки в 19-м микрорайоне состоялась встреча жителей с ветераном Великой Отечественной войны Юзефой Косовой. Она поделилась воспоминаниями о своем муже, полном кавалерии Ордена Славы Анатолии Косове. А также рассказала о своем партизанском прошлом. А взрывали так. Пожилые люди, старики, старухи. В лесах очень много было невзорванных снарядов. Когда наши отступали, бросали все оружие, бросали боеприпасы. И партизаны с этого и начинали. Ходили по лесам. Дети, десяти, девяти лет, восьми лет. Мальчики особенно были заинтересованы этим. Ходили по лесам и тоже собирали это все. И приносили, значит, к старшим своим родителям. А те передавали у партизаны. После встречи жители 19-го микрорайона, сироты из фонда «Семь и детям» провели субботник на проезде, который назван в честь легендарного артиллериста Анатолия Косова. В канун 9 мая в областном центре сделал остановку агитационный поезд «Армия Победы». Состав с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны отправился 20 апреля с Белорусского вокзала Москвы, конечный пункт Владивосток, в который поезд прибудет 8 мая. Организатор акции Министерства обороны России. Я бы хотел всем пожелать, чтобы мы встретили 1 мая, уделили хорошее, большое внимание нашим ветеранам, которых, к сожалению, осталось совсем мало. Но тем не менее, они для нас эту победу ценой своей жизнью, здоровья завоевали. Мы им очень благодарны. Огромное им спасибо. В состав делегации агитационного поезда вошли солисты академического ансамбля песни и пляски российской армии. Артисты исполняли песни военных лет. Появится ли в Ангарске памятник первостроителям? Таким был один из главных вопросов на недавнем заседании общественной палаты. Когда начнутся работы и на чьи средства будет возводиться монумент, смотрите далее в программе. Первым вопросом, который рассмотрела обновленная общественная палата, стали майские праздники, 9 мая и День города. По словам заместителя начальника управления по культуре Натальи Арцебашевой, подготовка ведется давно, поэтому торжества должны пройти на отлично. Далее в повестке значился пункт о создании в городе памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска. Проект монумента утвердили еще в прошлом году. Его стоимость составила 23 миллиона рублей. Как пояснил мэр Ангарского округа Сергей Петров, в связи с изменениями в законодательстве администрация не может приобрести несуществующий объект. Поэтому единственный выход – объявить всенародный сбор. Механизм у нас единственный – это привлекать народные деньги, спонсорские, какие угодно. Скажем, в Бадайбо тоже устанавливают в данный момент памятник, готовятся и устанавливают стоимостью 6 миллионов. Ну, по балансу денег для Бадайбо 6 миллионов, как для Ангарска – 25. Поэтому тут все нормально. Там пришли 4 человека и сказали, никого не надо, памятник. Вот мы полтора миллиона даем, но мужик должен быть вот с таким выражением лица. Принесли фотографию старательным. Значит, и таким образом памятник установили. Члены общественной палаты приняли решение создать рабочую группу, которая и займется организацией сбора народных средств на строительство памятника. Привлечь к этому большому делу необходимо все муниципальные и коммерческие организации, которые могут перечислить посильные средства. Члены общественной палаты решили, что имена меценатов, которые внесут наибольший вклад в возведение монумента, обязательно должны быть увековечены на специальной доске. В рабочую группу также пригласили войти сотрудников администрации. Когда все это начнется, возможно, что на каждом заседании общественной палаты мы будем уделять этому какое-то внимание. Будем заслуживать и рабочую группу, которая будет нам рассказывать, как происходят события. Будем те или иные коррективы вносить. Возможно, вот и об этом уровне поговорим, и зафиксируем его нашим решением, чтобы увековечить того, кто несет, ну, скажем, миллионы больше. Или еще какие-то вопросы будут все равно возникать. Именной фонд возведения памятника воинам-победителям, первостроителям города будет создан на базе благотворительного фонда «Новый Ангарск». На следующем заседании общественная палата утвердит текст обращения к гражданам, а рабочая группа начнет работу по сбору средств. Наталья Зарубин, Алексей Кусюмов. Местное время. Таковы самые заметные события уходящей недели. В завершении выпуска поздравляю ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и всех жителей Ангарска с главным праздником страны – Днем Победы. Всего вам самого доброго и мирного неба над головой. Продолжение следует...